Напомню, что у нас только за последние две недели рубль потерял уже больше 5 рублей к американской валюте. Был 74,5 рубля за доллар, стал 79,5 рублей за доллар. И только в этот момент Центробанк включился в работу, начались звонки госкорпорациям, стремлением продавать валюту, не придерживать ее, неотменно о покупке в резерве, о чем поговорим. Значит, с октября месяца рубль уже упал более чем на 9 рублей. Это практически 13% девальвации на ровном месте, при том, что у нас, скажем так, объективных причин для того, чтобы не удержать курс общения, это слово совсем. Значит, золотовалютные резервы на абсолютном историческом максимуме 638 миллиардов долларов. То есть страна захлебывается от денег, купается в деньгах, но при этом у нас традиционно Центробанк в кустах сидит и не знает, как справиться якобы с панической атакой на валюту. Значит, одновременно с этим в прошлом году 63 миллиарда долларов по оценке платежного баланса потратило правительство и Центробанк на покупку валюты в резервы. То есть если у вас какие-то проблемы на валютном рынке, необходимо стабилизировать курс, то вопрос, о чем вы занимались, зачем вы дополнительно сами скупали валюту в рамках этого бюджетного правила, которое мы в Госдуме еще с 2018, 2019, 2017 мы предлагали отменить. То есть деньги есть. Отдельно вопрос падения фондового рынка. Более чем 10 триллионов рублей сгорела ликвидность на фондовых рынках. Падение больше 25% за последние, получается, пару месяцев. Причем последние две недели спад уже больше 17% прошел. Значит, это тоже удар, в том числе по фонду «У нас благосостояние», где, как известно, часть денег вложена в акции того же самого Сбербанка и Аэрофлота. Причем Сбербанк вложен вообще по непонятной схеме. Это зачем-то мы из, соответственно, ФНБ государства, правительства деньгами ФНБ будущих пенсионеров выкупило и без того принадлежащих государству через Банк России пакет акций Сбербанка. В итоге сейчас Сбербанк упал с 390 на 230 рублей за акцию, более чем на 40% к вопросу об устойчивости российской финансовой системы. И в итоге у нас только на одном Сбербанке за один день ФНБ потерял почти 700 миллиардов рублей. Чтобы просто было понятно. Напомню, что 75-ю статью Конституции Российской Федерации никто не отменял. Она гласит, что основная функция, единственная функция, главная функция Центробанка – это обеспечение устойчивостью курса рубля национальную валюту. Ну а дальше это устойчивость покупательной способности доходов населения, инфляция, таргет, ну и все остальное. Как мы видим, этого как не было, так по большому счету не происходит. При этом никаких проблем для того, чтобы не допустить обвал рубля, не было и нет. Во-первых, валютное резервы государства. Во-вторых, нет толком интервенции Центробанка. В-третьих, у нас 175 миллиардов долларов лежит на валютных счетах крупных экспортеров сырья. Это нефтегазовые компании, металлурги, угольщики и все прочие. То есть никаких проблем ввести обязательную продажу экспортной валютной выручки не существует. Ни для золотарей, ни для металлургов, ни для угольщиков. Более того, в 2020-2021 году Центробанка правительства планомерно отменяли обязательную продажу экспортной валютной выручки. Вот о чем правильно сказал Горегин Ашотович Тасунян. То, что вообще-то курс рубля-то заниженный, причем радикально заниженный. Мы тут не говорим про приоритет покупательной способности в 25 рублей за доллар, но при такой цене на нефть сегодня и на прочее сырье, на алюминий, на никель, на все остальное, курс может быть не то, что 70, но может быть 60, может быть 55 рублей за доллар. В принципе, никакого удара по бюджету, по платежному балансу, по большому счету, не произойдет в такой ситуации, имея такие резервы валютные, имея такие огромные прибыли в частном секторе. Более того, в 2021 году у нас 72 миллиарда долларов – это чистый вывоз капитала из России. Это вывоз капитала банками, компаниями, физлициями, чиновниками, олигархами. 72 миллиарда долларов – это рекордный вывоз капитала с 2014 года. Это вывоз, соответствующий 5,5 триллионам рублей, четверть федерального бюджета. Ну, это только официально то, что пошло по финансовому счету платежного баланса. А еще у нас есть 63 миллиарда долларов, вывезенные государством на покупку валюты. Ну, и еще там по разным оценкам 50-60 миллиардов долларов – это внешнеэкономическая эффективная деятельность, завышение импортных цен, занижение экспортных цен, эффективные операции с ценными бумагами за рубежом. То есть, в России ежегодно утекает 150-200 миллиардов долларов. Это примерно 10-15 триллионов рублей. Поэтому понятно, что с такой дырой в финансовой системе у нас всегда будет поддерживаться искусственно заниженный курс рубля к американской валюте. И, собственно говоря, он искусственно поддерживается заниженным, потому что позволяет компенсировать неэффективность экономики, низкую производительность труда, дефицит инвестиций, жесткую эксплуатацию населения, рабочей силы. Ну, и вот именно таким образом, чтобы вы сколько добывали, сколько производили нефти, металлов, леса, газа, угля, зерна, но, имея заниженный курс рубля к доллару, вы получаете колоссальный экспорт на сфер доходы. Поэтому у нас за 10 месяцев прошлого года, пока более свежих данных нету, корпоративные прибыли выросли в 2,7 раз. 23 триллиона рублей. То есть, понимаете, экономика в кризисе, нам говорят, денег нет, но вы держитесь, государство не просило вас рожать, вот вам оптимизация медицины, закрытие болит, школу, поликлиник, вот вам пенсионная реформа, повышение НДС, растущие цены на бензин, газ, дизель. При этом корпоративный сектор рекордные прибыли, абсолютно исторический максимум, рекордный вылаз капитала. У государства там вообще профицит бюджета 2,5 триллиона был за 11 месяцев, только в декабре сумели вбухать рекордную сумму денег и вышли, например, и то на профицит в полтриллиона рублей, да? Значит, и в этой ситуации мы сидим и смотрим, а что-то ни инвестиций нет, ни доходов населения особо не растут, да? То есть, нет, мы, конечно, можем поверить, что доходы населения выросли на 3,5-4% зарплаты и доходы, но мы же понимаем, что инфляция в России не 8,4%. Инфляция в России, даже наблюдаемая по оценке Банка России, по тем социологическим вопросам, которые они делают, наблюдаемая оценочная инфляция 17,7%. Это то, что россияне сами оценивают. Многие товары и услуги подорожали 20-25-30%. Я уж не говорю там про морковку дороже бананам, да? И бананы потом что-то тоже подорожали, морковку все-таки обогнали. Я там не говорю про картофель, который официально подорожал на 115%. Точнее, капуста 115%, картофель 65%, яйца, курятина, рыба там 20-25%, да? То есть мы получаем ситуацию, когда в нормальной стране, что Центробанк, что чиновники, отвечающие за финансовую систему и социально-экономический блок, ходят в отставку. То есть, ну слушайте, в 7 лет подряд падают реально располагаемые доходы населения. Инфляция выше таргета в 2 с лишним раза. Таргет 4%, по факту 8,4-8,6 уже на начало января этого года, да? А продовольство там уже около 11%. Соответственно, 7 раз повышали ключевую ставку в прошлом году. То есть еще из немонетарной инфляции, которая вызвана неизбытком денег в экономике и переполнением канала денежных предложений, боремся с повышением стоимости кредитов, в том числе для бизнеса. И потом будем удивляться, почему у нас опять нет инвестиций, промышленного производства и всего остального, да? Хотя все, что нужно сделать, это ограничивать, собственно говоря, монополизм и произвол олигополий, это вести продажу экспортной валютной выручки. И нужно было уходить от покупки валюты в резервы не 18-го, а вообще это 22-го января, да? А 14-го января кто дал поручение правительству покупать рекордные 500 миллионов долларов ежегодно, ежесуточно в резервы? 600 миллиардов рублей за месяц должны купить валютные резервы. А 14 января не понимали в правительстве, что какая ситуация, как говорится, с Украиной, что уже падут фондовые рынки, что уже рубль девальвируется? Очевидно, нет. Слушай, ну да, ну я прошу прощения, мы в этой студии с нашими гостями обсуждаем это каждый месяц. Причем-то у нас все понимают, даже таксисты понимают, я сегодня ехал в такси, да? Но прекрасные чиновники десятилетиями в седачных местах всегда, как в первый раз говорят, вы знаете, а мы вот недавно узнали, что у нас тут зерно подорожало, надо бы ограничить экспорт, либо экспортные пошлины вести, да? Или они, например, искренне не знали, что повышение введения акциза на жидкую сталь, значит, перейдет к росту цен. А кто не знал? А кто не знал, что бензин будет дорожать при налоговом маневре в нефтегазовой отрасли, когда экспортные пошлины обнулили, а акциз МДП подняли? Тут как бы и кому было непонятно эта история. Поэтому повторюсь, что инфляция, к сожалению, будет нарастать, я думаю, что мы выйдем выше 10,5-11% в ближайшие месяца-полтора, и Центробанк будет повышать ключевую ставку еще до 10,5-11%. В ближайшие, я думаю, 2-2,5 месяца, но этот год будет и по доходу населения падение, и по росту цен, и по банкротству малого бизнеса, и по экономическому кризису он будет, конечно, очень-очень суровым. Я здесь не жду никакого оживления и, соответственно, стабилизации ситуации. Как Вы думаете, куда выгоднее инвестировать сегодня? Вообще выгодно ли инвестировать? Давайте по порядку. Некоторые частные инвесторы, которые не ждут снижения ставки, они уже вывели деньги из фондового рынка и бежали из России. Это уже произошло. Обвал российского фондового рынка, включая падение важнейших бумаг, в частности, упомянутых бумаг Сбербанка, акций, – это показатель того, что уже некоторые решения принимаются такого рода крупным, по крайней мере, бизнесом, в том числе иностранным. Поэтому мы оказываемся в ситуации, когда те, кто хотят защитить свои сбережения, они могут уйти, желательно, предпочтительно в евро. Таким образом, уменьшить влияние падения курса рубля, которое вполне возможно еще продолжится. Вполне возможно, потому что внешне, сколько бы мы ни пытались обсуждать ситуацию как мирную, представляя себе, что там инфляция, не инфляция, политика финансовая, денежная, неденежная, вот у нас традиционная, правильная, неправильная, мы все равно оказываемся, должны трезво взглянуть на обстановку. Эта обстановка вызвала падение фондового рынка, падение курса рубля на фоне повышения мировых цен на нефть. На фоне того, что в целом и на газ на спотовом рынке в Европе цены на газ оказываются достаточно высокими, то есть не все равно в такой ситуации произошло падение курса рубля. Следовательно, нужно быть готовыми к тому, что 100 рублей за доллар мы можем увидеть, если в дальнейшем ситуация достигнет кульминации, обострения. Потому что сейчас наблюдается такое соревнование, чей тыл выдержит больше, а чей меньше. И совершенно не случайно Россия пытается вести переговоры с Соединенными Штатами, а не, например, с европейскими членами НАТО в обход Соединенных Штатов, сказав, что «Ну, вы знаете, это же Европа, американцы здесь в гостях, давайте говорить с европейцами». Все совершенно иначе. Задача состоит в том, чтобы нанести максимальный ущерб американской финансовой системе, на нее негативно воздействовать. Американский фондовый рынок падает, правда, я не уверен, что из-за этого. Не уверен, что из-за этого, скорее из-за опасений по поводу повышения ставки, которым грозит Федеральная резервная система. И, наверное, отчасти только из-за этого, из-за ожидания того, что неудача Соединенных Штатов на Украине, если там кризис дойдет до максимума и что-то случится, это будет именно моральная потеря для Соединенных Штатов. Но пока этого ничего не произошло, идет напряжение, нарастающее напряжение. Это нарастающее напряжение есть как на Украине, так оно есть и у нас. В нашем случае это неизбежно означает рост цен. Я надеюсь, правда, что цены в течение зимы, весны вырастут не так сильно, хотя бы останутся в пределах 10% на важнейшие потребительские товары. Но, честно говоря, у меня есть опасения, что это слишком мягкие ожидания, слишком оптимистические. Одновременно с этим нужно быть готовыми к тому, что фондовый рынок может еще просесть. И, по сути, к тому, что все это, достигнув пика, потом будет процесс разворачиваться в обратную сторону. То есть, если сейчас идет эта волна, то когда вся история с Украиной и Соединенными Штатами завершится, и если она завершится, конечно, к выгоде России, именно поэтому такая нервная реакция рынка, потому что игроки на рынке никогда не знают, кто же здесь окончательно победит. Это такая ситуация для них 50 на 50. Они плохо представляют себе, чем могут закончиться те или иные процессы, поэтому они предпочитают там переждать. Честно говоря, тем, кого застало падение в тех или иных российских бумагах, я бы посоветовал просто в них остаться. Вот моя логика такая. То есть, есть у вас бумаги Газпрома, бумаги Сбербанка, пожалуйста, пусть они у вас и остаются. И вы, так сказать, уже не получите того, что могли получить на пике, поэтому ждите, когда процесс развернется, потому что рынки будут разворачиваться, и разворачиваться они будут в нашу пользу под влиянием как раз того, что на Западе уже называют глобальной инфляцией, там, мировым сырьевым кризисом, потому что налицо, что денежная политика Федеральной резервной системы Банка Англии, Европейского центрального банка, политика нулевых ставок, политика отрицательной ставки Банка Японии, она привела к формированию денежного навеса, который, по сути, будет длительное время вызывать рост цен. Я думаю, что этот рост цен может продолжаться там и 10, и 20 лет, с перерывами на циклические кризисы, средние кризисы, среднего цикла, вот так можно их описать, но с такой траекторией долговременного восхождения. И не надо удивляться, если в этом году, например, цена барреля на нефть, она превзойдет уровень, например, пиковый уровень лета 2008 года, то есть 145 долларов за баррель, не надо этому удивляться, и это все будет работать на рубль, если только российская экономика будет защищена, и если только вот этот стресс будет ликвидирован, но одновременно с этим, конечно, есть необходимость в изменении денежной политики, кредитной политики. Правда, я, честно говоря, очень сомневаюсь, что снижение ставки – это такая прям панацея для бизнеса. Мне кажется, что у нас есть разный бизнес, крупный бизнес, он почему-то не ноет по поводу того, что ставка слишком высокая, он выводит деньги из экономики, да, увы, это не очень хорошее поведение, которое, ну, патриотическим никак не назовешь, но он выводит их на Запад, и это и в офшоры, и вот такое поведение, оно говорит о том, что, в общем-то, попрятано очень много денег, не менее триллиона, не менее триллиона долларов у российского крупного капитала есть, и если начнется экономический рост, и политика протекционизма в отношении отечественного и потребителя, и производителя будет достаточно последовательной, то деньги могут постепенно и возвращаться в виде инвестиций. Средний бизнес, наоборот, постоянно жалуется на то, что вот, ставка высокая, кредиты дорогие, то есть это говорит о том, что у него есть дефицит собственного капитала, то есть собственного капитала у него мало, ему постоянно нужны заемные средства, а полученные заемные средства не всегда это будет означать инвестиции, потому что при ограниченности спроса, ну, в общем, разное, может быть, поведение, и у среднего капитала. Наконец, у нас есть проблема массового потребителя, и есть еще факт, ну, массовый потребитель у нас беден все-таки, но нельзя говорить о том, что все однозначно здесь плохо, потому что рост цен на недвижимость в 2020 году был порядка 50% по России, в этом году, наверное, процентов 20% рост цен на недвижимость, поэтому повышение ставки Центрального банка с точки зрения ограничения вот этого ажиотажа на рынке недвижимости при рекордных объемах строительства за 2021 год, это такая форма сбить панические покупки, но, скорее всего, вот это падение на рынке, на фондовом рынке, ослабление рубля, оно приведет к, наоборот, несмотря на высокую ставку, к активизации на рынке недвижимости. Кто-то будет уходить в недвижимость, я, мой прогноз был по 2022 году, что на 20% мы можем выйти, рост цен, несмотря ни на что, на недвижимость, поэтому вот уже самими обстоятельствами предложен и реализуется такой способ, куда, собственно говоря, инвестировать. Инвестиции идут и туда. Ну и я сказал про евро. Спасибо. Спасибо. Владислав Сергеевич, вот недавно у нас была пресс-конференция, доллар по 100 рублей за штуку, примерно так мы ее назвали, а как раз сейчас Василий Георгиевич затронул эту тему, что это возможно. Как Вы думаете? Но потом в обратную сторону возможно движение. До 2025 в 2008 году, да? К сожалению, такого не произойдет. Но, смотрите, если серьезно, то Горегина Шадович даже, как говорится, сгрустнула от нашей темы, видимо, да, от масштабов кризиса и падения рубля и перспектив. Но если говорить серьезно, друзья, то смотрите, меня пугает вообще финансовая политика властей. Напомню, что на текущий год, 2022 год, правительство России в бюджете заложило, что 3 триллиона 400 миллиардов рублей будут изъяты якобы дополнительные нефтегазовые доходы, направленные на покупку валюты в резервы, в том числе пополнение ФНБ. Это при нефти в 60 с небольшим долларов за баррель. Сегодня у нас уже 89 долларов за бочку. Понятно, что легко, может быть, нефть стоит 115 долларов за баррель на фоне, опять-таки, потенциально военных боевых действий, там, логистических каких-то кризисов. В целом, удувание такого спекулятивного пузыря на сырьевом рынке. Но мировая экономика это не выдержит. Ни Китай, ни Корея, ни Япония, ни те самые Штаты. Поэтому здесь долго мировая экономика в этом инфляционном шоке жить не сможет. Уже сейчас китайские промышленники бьют тревогу, что, собственно говоря, инфляция производственная, если говорить, в Европе, в Германии, в Штатах, она в Штатах рекордная за 40 лет, в Германии за 30 лет, в Европе там за все время существования прозоны. Поэтому эта история долго не продлится. И здесь нам радуется особо нечему. Тем более, что рост цен на сырье, как правило, в России приводит к тому, что внутренние цены в небо растут. Вот посмотрите, до чего взошла ситуация, масштаб абсурда. Цены на калийные, азотные, фосфатные удобрения выросли в 2-3 раза за последние полтора года. Цены на зерно выросли, цены на древесину выросли. Вроде бы колоссальный приток денег в страну, но по факту экспортеры сырья, крупный бизнес, олигархи, это то, что о чем продавать будем бедным россиянам по цене Нижнемировой. Нам выгодно вгнать в Турцию, в Китай, в Южную Корею, либо в Европу. Поэтому либо внутренние цены поднимаем древесину в 2-2,5 раза на стальную металлоконструкцию, либо, соответственно, денег нет, но вы держитесь. Поэтому у нас, к сожалению, кому вершки, кому корешки, глобальный рост цен на сырье и поддержание заниженного курса к рубля, к доллару, оно выгодно и государству, и экспортерам сырья, и финансам спекулянтам, но оно категорически не приводит ни к чему хорошему для населения, кроме роста цен и снижения покупательной способности. Поэтому вот эти там 3,5 триллиона рублей, которые направят на покупку валютной резервы, слава богу, что сейчас Центробанк и Минфин что-то заполозрили, что надо бы с этим притормозить, но я убежден, что они к этому вопросу еще вернутся, и, в принципе, дальше тоже будут поддерживать заниженный курс рубля к доллару, и это будет тоже оказывать серьезное давление. 120 миллиардов долларов, рекордный приток валюты в России по текущему счету платежного баланса в 2021 году. Никогда такого притока денег не было именно от внешнеэкономической деятельности по текущему счету, но эти деньги, опять-таки, не пошли работать в экономику, значительная часть пошла в виде прибыли обратно на вывоз по финансовому счету в офшорную юрисдикцию, на покупку новых яхт, вилл, чего угодно. Поэтому в этой ситуации, я думаю, что у нас по рублю перспектива очень нерадужная. Если мы увидим реальную эскалацию и боевые действия, то ни 85, ни 90, ни 100 рублей за доллар вообще не будут пределом. Мы можем видеть и 100, и 115 рублей за доллар. Это именно если реально будет кровопролитное столкновение на границе, приграничное, либо на территории ДНР и ЛНР. То есть в этом случае действительно будет либо Центробанк и Минфин введут валютное ограничение, контроль и стабилизирует финансовый рынок, либо если будет этого каналия, как сейчас, мы легко за эти отметки укатимся вообще без проблем. Я опять-таки повторю, что обеспечить стабильный курс рубля и в 70, и в 60, и практически любую котировку сегодня Центробанк, видимо, могут очень даже легко, иметь такие колоссальные валютные резервы, такие огромные потоки от экспорта сырья, которые сегодня просто остаются за рубежом, потому что само правительство разрешило не возвращать экспортную валютную выручку на территорию Российской Федерации. Значит, что касается по режим ожиданиям, ну смотрите, здесь крупнейшие американские банки в том числе закрыли все позиции длинные по российскому рублю, то есть ставка на Западе, в Европе, в Америке все-таки на то, что боевое, военное столкновение произойдет, то, что мы будем залетать на персональные санкции очень серьезные против высшего руководства страны, против крупнейших бизнесменов, так называемых олигархов в окружении руководства, да, возможно заморозку, кстати, кто-то говорит, заморозку даже активов, в том числе, значит, вплоть до валютных резервов, хотя пока это называют таким сценарием апокалиптическим, вот, но тем не менее рынок закладывает и этот сценарий. Но в любом случае, повторюсь, что сейчас, просто видно даже по заявлению того же пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, что в девальвации рубля у нас обвинили снова НАТО и вот эти вот коварные планы за границей. При этом, что мешало в 2019 году, в 2020 году, в 2021 году, в 2018 году, имея, собственно говоря, профицит текущего отчета, профицитные бюджеты и имея валютные резервы, тем не менее не допускать движения рубля, там, ниже 70 рублей за доллар, никто не объяснил. Поэтому, повторюсь, что заниженный курс рубля к доллару будут поддерживать напряжение длительные периоды времени, потому что это позволяет получать экспортно-сырьевую валютную ренту в пересчете на российские рубли, максимизировать доходы. Вот, для населения, к сожалению, у нас никаких позитивных прогнозов я еще создать не могу. И, собственно говоря, сам Центробанк, Минэкономики, которые пересматривают уже в шестой раз свои прогнозы по инфляции, об этом лично разговаривают, что цены будут сейчас в ближайшие месяца 2-3, точно до нормализации ситуации с Украиной, будут только идти на новую историческую, на новую многолетнюю максимум, скажем так. Спасибо. Можно добавить, что, поскольку сейчас большое значение имеют сценарии возможного военного конфликта, то на этих сценариях нужно остановиться не с военной, а с политэкономической точки зрения. описав, как это все может происходить. Кажется, что все готовятся, особенно наблюдатели и даже киевский режим, готовятся к прошлой или позапрошлой войне. К прошлой – это события 2014-2015 годов, к позапрошлой – это какие-то истории из XX века. Причем Украина готовится мобилизовать женщин, создать территориальную оборону, фолькштурм, Гитлер-Юген. До этого пока еще не дошли, но очень близко. Бандера-Юген создадут, Джинка-Юген и так далее. То есть все это они собираются делать и весьма сильно стрессовали собственное население, по сути запустив процесс такого распада тыла, и морального, и материального распада. И это очень важная характеристика, потому что мы наблюдаем конфликт, военный конфликт, который вызревает и зарождается, развивается, не вводящий в фазу войны, значит, военно-политический конфликт, по модели, которая очень редко встречалась в истории в последние века. Это не конфликт XX века, который стремительно начинается все и ночью, например, то есть 22 июня Германия уже бомбит наши территории, а посол Германии только вручает молотову официальную бумагу. Вот, собственно, война или с Польшей в Германии, то есть это вот такие вот блиц формы начала конфликта, или даже достаточно быстрое врастание дипломатическое в конфликты, как у Первой мировой начиналось. Или конфликты монархии, когда, значит, тоже все происходит не совсем так. Без вот этих вот затяжных переговоров, переговоров резкие взаимные реакции и конфликт, и война. Но если посмотреть на историю, то, вот, например, война Рима и Карфагена, Вторая Пуническая война, она начиналась совершенно не так. Конфликт двух республик, где очень большое значение имеет общественное мнение, он возникает в виде перманентных или кажущихся таковыми переговоров. Идут встречи, консультации, взаимные обвинения, угрозы, обмен миссиями, обмен посольствами своих союзников. И вот этот процесс, он идет очень долго, он может продолжаться много месяцев. И на протяжении этого периода разворачиваются прежде всего экономические события, потому что где-то откуда-то начинают бежать капиталы, кто-то начинает размещать заказы, кто-то, наоборот, начинает от них отказываться. И выясняется, кто здесь слабее, кто здесь отступает, а кто, наоборот, может идти вперед. Я в данном случае говорю уже про ситуацию на Украине, потому что, похоже, что киевские власти твердо намерены вести с Россией войну. И в этой ситуации постепенное дипломатическое восхождение кризиса, конфликта, оно приводит к тому, что развал тыла начинается не после войны, а до войны. И в этом смысле представление конфликта как удар танковых клиньев, оно, на мой взгляд, именно с политэкономической точки зрения, выглядит карикатурным, нереалистичным. И, скорее, возможны ракетные удары, возможны какие-то иные действия уже в условиях, когда будет происходить и политический кризис на Украине. Поэтому я и довольно оптимистичен в отношении того, что у нас процессы будут разворачиваться. Я отнюдь не считаю, что вслед за американскими дипломатами, что Россия, или аналитиками, возможно, украинскими, или проукраинскими, что Россия вторгнется танковыми клиниями, значит, мотострелковые бригады войдут, и дальше начнется вот такая вот битва. Нет, так не будет. Так не будет, но прежде чем что-то серьезное в военном смысле случится, конфликт будет восходить, восходить и восходить. И это нужно понимать, потому что главное здесь – это экономическая составная конфликта и то, как он может развиваться, исходя из того, чтобы победить, а не исходя из того, чтобы закидать друг друга шапками и дойти до истощения. Вот такого как раз я стараюсь, ну, я не вижу, да, такой перспективы. Я думаю, что все будет интереснее. Я буквально одно слово сейчас добавлю. А к вопросу о том, как так называемый российский элит воюет с Западом, просто если Запад такая угроза и такие непримиримые противоречия, а зачем 72 миллиарда долларов российский бизнес вывел за рубеж, в том числе в прошлом году? Нет, я к нашим, тем, кто будет смотреть, да, зачем 890 миллиардов долларов чистый вывоз капитала из России с 2008 года? То есть такие противоречия российского крупного бизнеса олигархов с западными своими самолетами полей, соответственно, да, что они вывезли туда больше половины ВВП страны за 13 лет. И государство, если у нас дело шло к какой-то серьезной войне, то тогда 63 миллиарда долларов вывезены в том числе в евро, частично в американские доллары Банком России, да, ну там, в частности, покупки золота. Хотя золото два года уже Центробанк не покупает, в итоге золото мы 560 тонн уже вывезли российские банки, на этот самый, как говорят, загнивающий Запад и продали на лондонской бирже в том числе, да, то я бы, проще говоря, не думал, что есть какие-то критикальные противоречия между, значит, российскими элитами и Западом. Я думаю, что здесь вполне себе такой периферийный, полуколониальный характер российской экономики. Ошиблись. Зато очень удобно, очень удобно под разговоры о грядущей войне списать провалы майских указов, нацпроектов, передвинуть их. Их же передвинули с 1924 на 1930 год в прошлом году. В 1920 году подписаны были поручения президента. Можно 1936 год перевести, потом на пришествие Христа второе, там либо третье пришествие Будды Мэйтреи. Поэтому на полном серьезе я бы сказал так, что я думаю, что и с другой стороны и украинским властям, и российским, и каким-то другим все это нагнетание еще выгодно, чтобы в том числе ретушировать внутренние социально-экономические провалы и кризисное состояние в экономике. Вот это вот все истерии. Но, собственно говоря, кто-то на этом деле заработает, в том числе и отчасти финансовый институт, и спекулянты, и, соответственно, экспортеры, и все это же самое. Ну, это только кажется, что это конфликт там Запада и России в таком вот виде, что вот мы, значит, за балалайку, а они против балалайки, да, не любят березы. Истинная причина, ну, вот, по крайней мере, лежащая на поверхности экономическая, это борьба за газовый рынок Европы и борьба за перспективы возможной вообще работы в Европейском Союзе. И в этом конфликте европейские страны, такие как Германия, играют собственную партию. Например, Германия, на мой взгляд, явно заинтересована в том, чтобы Соединенные Штаты вместе с Украиной потерпели поражение. Украина физически, Соединенные Штаты морально, и тогда можно было бы американские зоны влияния в Европе отобрать и вернуться к ситуации 2013 года, когда влияние Германии нарастало до Майданной ситуации, а влияние Соединенных Штатов было ограниченным. Сделать его еще меньше и получить больше газа, газ через Украину, и тут же запустить Северный поток-2. Вы думаете, это как-то нелогичное поведение, что Германия сперва защищает Северный поток-2 и дает его достроить, а потом блокирует и говорит, он не будет запущен никогда. Вы думаете, здесь есть какое-то противоречие? Нет, здесь все очень органично. В принципе, если предположить, что все, что делает производство экономической политики, в принципе, с каким-то умыслом, то с точки зрения выключения России из глобальной конкурентной борьбы и консервирования нашей отсталости, то, в принципе, все очень даже неплохо выглядит. Поэтому, может, просто мы сами неправильно понимаем, нам кажется, что целью экономической политики является повышение уровня жизни населения и национального благосостояния, невосправедливого распределения. А может быть, просто цели немножко другие, поэтому тогда все блестяще. Дело в том, что, когда мы посмотрим на поведение Соединенных Штатов, которые тут были, одни пытаются включить в повестку, такие, как я, другие пытаются выключить из повестки, говорят, ну, как это, собственные провалы. Да у нас много в России провалов из-за финансово-экономического блока, чудовищных провалов, чудовищных просто. Одно, таргетируя инфляции, просто на анекдоты разошлось, когда начинают таргетировать при 30 рублях за доллар, а заканчивают при 60 рублях за доллар. Победительно называется инфляция. Но дело-то в том, что современная конкуренция, она ведется не только крупными структурами, национальными, корпоративными структурами, но она ведется с опорой на государство и на насилие со стороны государства, и на угрозу насилия. И в этом смысле, в современном капитализме все являются империалистами. Самая маленькая Литва и то влезла в белорусские дела и пыталась там свергнуть президента, назначая своего. И то, казалось бы, ну куда меньше. Откуда столько дерзости, откуда столько наглости, не тем ли моська и сильна. Ну нет, нет, оказывается, что они тоже здесь. Понятно, что марионетки, но тем не менее показательно, показательно. И вот этот момент, момент связанный с тем, что экономическое соревнование в мире, это не соревнование в режиме свободной конкуренции, добросовестной, на основе международного права. Нет, это не так. Это на основе борьбы происходит. И эта борьба является очень жестокой. И, к сожалению, многие проблемы нашей экономики связаны с тем, что российское руководство очень долго, очень тяжело начинало понимать, что вообще мир устроен не так, как написано в сказочной детской книжке под названием «Экономикс», а что здесь имеет место настоящая борьба и настоящее напряжение. И отчасти повлияла на это война санкций, которая в 2014-2016 годах развернулась против России. Поэтому, если у нас есть что-то хорошее в экономической политике, то мы за это должны быть благодарны нашим врагам. Вот здесь нашим, и мы уже уместно. Потому что жесткие санкции в условиях обвала просто мировой экономики, рынков второй волны мирового кризиса, обвал 2014 года на рынке нефти, и потом в 2016 году был в начале тяжелейший период, когда упали цены. Вот эта обстановка, она повлияла, но при этом нужно понимать, что изменения в России носят характер очень непростой, что там различные группы влияния, что там очень сильно тягостная и деструктивное неолиберальное наследие. Вот смотрите, у нас два года новый кабинет. Он немало сделал правильных вещей, но при этом целый ряд важных контрреформ не проведены. В отношении денежной политики, ну, конечно, нужно очень многое было изменить. В отношении кредитной политики много что нужно было сделать в отношении стимулирования производства. Нужно было бы уже не ждать, а с прошлого года развертывать программу высокостроительства высокоскоростных железных дорог, модернизации инфраструктуры городской. Вот была Белоусловым предложена эта программа, 21-й год, ну, не реализовывали ее, Минфин денег не дал. Это что, все сплошь согласованные действия неких управляющих «мы»? Очевидно, что здесь масса противоречий, очевидно, что здесь борьба и присутствует и внутри, и в верхах. И вообще-то, говоря, правительство, если честно подходить, уже политический анализ, это, по сути, место, где ведется борьба. Партии борются внутри правительства. Вот коалиционные правительства, когда создаются межпартийными, или они существуют в скрытой форме в виде некого баланса, как у нас, то это все равно, все равно там присутствует борьба, там присутствуют разные влияния, разные интересы. Одни хотят принести помощь финансистам, сделать так, чтобы те на обвале рубля заработали побольше. Другие стараются сыграть совершенно по иному сценарию. Поэтому представлять себе все с таким примитивным схематизмом, что вот государство, вот они то, вот эти указы. Да нет, это очень сложный процесс. Это очень сложный процесс борьбы в верхах и борьба с губернаторами. Одни предлагают, одни пытаются сделать так, чтобы губернаторов снять и иметь горизонталь управления, уменьшить федерализм. А другие, как, например, Кудрин недавно, они говорят, а надо вообще создавать агломерации, такие вот крупные группы федеративные, вкрапления в российской системе. То есть, по сути, сепаратистские анклавы усиливать, ну, например, с опорой на Татарстан. И вот это все звучит и предлагается, это что, единство, что ли? Ну, если это единство, то это единство, которое просто разрывается от противоречий. И как есть противоречия внешние, так есть и внутренние противоречия. Потому что наша тема сейчас в шансе. Но мы об инфляции, вы должны понять, откуда берутся те или иные вещи, откуда они берутся. Потому что существует совершенно какое-то примитивное представление о историческом процессе в России. Просто чудовищно примитивное. Мне прям стыдно. Есть два основных фактора, на которых растет рынок криптовалют. Первый фактор, ну, такой вот заметный, это вхождение капиталов, которое связано с общим подъемом на рынках и ожиданием здесь взятия прибыли. И второй фактор – это ожидание, что криптовалюты, в самом деле, окажутся валютами, что они будут расширять свое применение в товарно-денежных отношениях и получат ту самую товарную опору, что это будет не просто необоснованная претензия на материальные блага, создаваемые в экономиках, а это будет обоснованное, потому что они уже как валюты будут допущены. И когда такие государства, как Китай, Россия, объявляют о том, что мы не допустим нарушения государственной денежной монополии, мы запрещаем криптовалюты, запрещаем криптовалюты, и мы, и все майнинговые фермы тоже будем закрывать как незаконную деятельность. Рынок криптовалют в мировом масштабе, он даже на такое движение, он реагирует как на угрозу полной нереализации вот этого второго направления, что это все останется какой-то такой спекулятивной игрушкой. А раз это спекулятивная игрушка, тогда не лучше ли вывести сейчас оттуда деньги и подождать и посмотреть, может быть, где-то изменится ситуация, и тогда уже мы будем заходить. И вот тогда рынок падает. Это не первый раз происходит, и криптовалюты падают на этом. Причем большое значение в самом росте криптовалюты имеет как раз неограниченная денежная эмиссия в Соединенных Штатах, в других странах, то есть огромное увеличение массы, долларовой массы, которая оказывается, конечно, на верхних этажах экономики, финансовой сфере, и именно там принимается решение о том, что нужно создавать большой поток криптовалюты. Это та самая неспокойная часть, нервозная часть. Что здесь может быть исторически противопоставлено криптовалютам, и что их, скорее всего, убьет? Как некогда технология чеканки была поставлена государством на службу в монетном деле. Технология чеканки создавалась не для того, чтобы монеты создавать. Посуду можно делать, можно много инкрустировать как-то камнями оружие с помощью чеканки, то есть создавать красивые узоры на ножнах, еще на чем-то, на декоре каком-то. Так вот, здесь потребность в том, чтобы иметь ограниченную эмиссию, особенно биткоин, где есть предел эмиссии, у биткоина есть предел, это как раз поиск такого средства, такой новой валюты, которая может быть конечным ресурсом. Если при этом она будет допущена к торговле международной, если биткоин бы допустили к торговле, то, конечно, он бы взлетел, он бы взлетел еще больше. Альтернативой может быть только криптовалюта, скорее всего, именно криптовалюта, созданная государствами на основе соглашения центральных банков с пределом эмиссии равным размеру золотого запаса. Увеличили золотой запас в распоряжении центральных банков, увеличили объем эмиссии. Само золото не находится в обращении, не подлежит криптованет, не подлежит никакому размену на металл, но вы, тем не менее, даете гарантию рынку, что вы имеете что-то с ограниченным ресурсом. Это очень важно, потому что и вторая проблема, связанная с криптовалютами, это анонимность. Нас, честно говоря, достали вот этими красивыми заявлениями о том, что банки будут контролировать все, все ваши покупки будут полностью прозрачны, мы будем видеть вас все. И налоговики вас будут видеть, и ваш банк будет видеть, где вы там, что покупаете, когда большой брат следит за тобой. Честно говоря, хочется, чтобы деньги обеспечивали анонимность в своем расходовании. И криптовалюты, они давали такое обещание. И в этом смысле если появятся государственные деньги, которые можно будет не только как наличность, бумажные деньги, но и другим образом, через флешку, например, тратить с режимом анонимности, то это сработает на них. Поэтому, скорее всего, революция в криптосфере будет оседлана. Спасибо за завершающее слово. Да, буквально вообще коротко, я понимаю, что мы сильно выбились, что это графика. Да, уже выбились. Коллеги, я буквально коротко скажу, вот этот доклад Центробанка России, вы уже много раз декомментировали, я просто не совсем понимаю, при чем теперь Центробанк. То есть, Центробанк, у которого провалены цели по инфляции, по курсу рубля, падает рубль, инфляция рекордная с 15-го года, продуктовая там под 11-го процентов, да, нам рассказывают в этом отчете, что именно почему-то криптовалюты, криптобиржи, P2P платформы, оборот криптовалюты, покупка за кэш, это угроза национальной стабильности, суверенитету, Центробанк будет вынужден повышать ключевую ставку из-за того, что рубль это не резервная валюта, ну, а кто виноват, что у нас экономика такая, похожа на заколонку, да, поэтому надо запретить. Поэтому, мне кажется, Банку России надо бы заниматься больше делами, именно прописанными в Конституции законе Центробанка, где криптовалюты в принципе не существуют, да, это во-первых. Во-вторых, повторюсь, ну, как бы с криптовалютой достаточно давно знакомый и ее специфику понимаю, могу сказать, что движение должно было быть наоборот в сторону легализации, обеления, введения налогов с оборота, с прибыли, с того, чтобы максимализировать этот рынок прозрачным, потому что невозможно запретить людям иметь кошельки у себя в смартфонах и в ноутбуках, то есть физически запретить хождение крипты между физлицами практически невозможно, только если у вас не будет сотрудника полиции, смотрящего ваше смартфон и киосном приложении, даже если он будет смотреть, вы забыли ваш пароль от вашего кошелька и вообще не знаю, там ничего нет, понимаете, то есть изначально движение не в ту сторону, загонять в серую зону большой объем денег, а у нас сегодня, напомню, что если в 17-18 году криптоиндустрия это был удел малого бизнеса и энтузиастов, то сегодня в Сибири, на Дальнем Востоке, на ГЭС уже стоят промышленные крупные площадки, размещены десятки, сотни тысяч даже ферм по майнингу, я уже не говорю про то, что есть отдельное написание кодов, программного обеспечения, разработка платформ и всего-всего остального с криптовалютой связанного, да, и сейчас попытаться это дело запретить, это просто, ну, пойти, ну, плевать против ветра, это просто искусственно создать огромную серую зону, сыграть на понижение, которая все равно будет существовать, просто государственные из-за того, чтобы попытаться с этого в белую работать, скажут, ну, ребят, тогда вообще спасибо, многие не платите, поэтому я думаю, что бегство криптовалюты, в том числе, это, конечно, недоверие к фиатным деньгам, к традиционной фидуциарной денежной системе, потому что все понимают, что глобальная суперэмиссия, вызвавшая инфляцию активов и этот рост цен на фондовых рынках, исторические максимумы на американском рынке, который мы видели еще осенью, да, рост цен на сырье, это в том числе именно инфляция глобальная, доллара, евро, юаня, в меньшей степени рубля, потому что мы не настолько сильно влияем на глобальную финансовую систему и спасаются именно в чем-то от новых финансовых инструментов.